Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод. У нас идет 33 занятие. Находимся в тех же вторых вратах познания той самой обязанности каждого из нас – обратить внимание на тот мир, в котором мы живем, чтобы видеть в нем свидетельство о реальности того, кто этот мир нам дал. Чтобы мы увидели там милосердие того, кто этот мир сотворил для нас. Прошлое занятие мы совершили тем, что Рабейн Убахи обращает наше внимание на чудеса, которые Творец совершил для нас, чтобы пробудить нас, дать основу нашей веры. Продолжает он, и вот мы сейчас дошли до новой темы, еще чего-то, что мы должны знать и обратить внимание. Он говорит, смотрите, если в наши дни пожелая человеку видеть что-либо подобное тем чудесам, пусть обратит свой взор, жаждущий истины, на пребывание наше в окружении других народов, народов с тех пор, как мы отправлены в изгнание. Мы сейчас дошли до темы очень чувствительной, темы непростой. Естественно, что заранее стоит предупредить всех нервных людей, подождать до конца занятия. Может быть, посередине пробудется много вопросов, но, может быть, к концу будут получены ответы. О чем тут речь идет? Давайте сначала, давайте прочтем текст, что он говорит. Сразу почувствуйте чувствительность этой темы и обсудим ее. Говорит он так. Давайте обратите внимание на наше пребывание в окружении других народов с тех пор, как мы отправлены в изгнание. Скоро 2000 лет, как мы находимся в изгнании. На то, как мы ведем среди них все наши дела, при всем несогласии нашим с ними. Как скрытым, так и явным, о котором им известно. Ты увидишь, что в сфере материальной, в том, что касается пропитания, их проблемы достаточно сходны с нашими. И случается, что наше положение во время войн и смут даже предпочтительнее, чем их. Ты можешь убедиться, что у них люди среднего достатка и крестьяне в деревнях трудятся больше, чем евреи среднего достатка и наши бедняки. Слышатся обещающие. Ну, это то, что он свидетельствует. Но только не то, что мы думаем. Не о тех причинах, о которых в голове ни наших, ни наших ненавистников. Как обещал нам наш Творец, будем благословен. Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрея их, и не возгношусь ими так, чтобы истребить их и нарушить завет мой с ними. Ибо я, Всевышний, Бог их. Слышите? Мы вернемся к этой фразе еще не один раз. И не только в самой Торе, пророке. Изра, так написано. Ибо рабы мы, но в рабстве нашем не оставил наш, Всевышний наш. Еще сказано в Тхиле, царь Давид говорит. «Если бы не Всевышний, который был с нами, пусть скажет Израиль, когда встал на нас человек, то есть враг, то проглотили бы нас живьем в гнегве пылающем, захлестнули бы нас воды злые. И только благословение Всевышнего не дает нас им в зубы на растерзание». И так далее весь отрывок. Это мы говорим. То, что он написал Рабейн Бахи. Он обращает наше внимание, он говорит, послушайте, верно, когда-то были великие чудеса. Для нас Творец делал во время выхода из Египта, при получении Торы, великие чудеса. Естественно, каждый хочет сказать, ну, это те поколения, а в наше я тоже хочу увидеть, участвовать. Оказывается, эти чудеса перед нашим носом только нужно чуть-чуть иметь больше, как называется, разумного взгляда на мир, чтобы рассмотреть во всем процессе. И мы увидим не одно, а много чудес. Давайте остановимся на трёх чудесах, которые прямо перед нашим носом. Явные чудеса. Первое чудо, которое тут намёкнуто. Это чудо очевидное, ясное. Чудо существования еврейского народа. Тема эта, мне кажется, обсуждалась и обсуждается, будет обсуждаться неоднократно. Наверняка вы слышали немного раз. Я только повторю несколько слов, ясных и очевидных. Есть в мире, по крайней мере, столько времени, сколько человечества существует, есть история, попытка проследить события с народами, исторические события, войны, отношения, становление народов, падение народов. Как это происходит? Есть даже такой раздел, называется «Истерософия», попытка понять внутренние какие-то рычаги, какие-то механизмы в этой истории, попытка искать ответы, почему это происходит, а не по-другому. История накопилась. И мы знаем о том, что все народы, изгнанные со своих мест, они за временем просто ассимилировались. И таких примеров есть множество. Более того, еврейский народ, он расцветал во времена царя Давида, царя Соломона. Если мы посмотрим на всю историю тех современников царя Давида и царя Соломона, где они? Мы их не найдем. В их времена была величайшая империя Каздим. Каздеев по-русски, халдеев, по-видимому. Мы не находим даже их потомков сейчас. Может быть, тут и там есть, но нету, нету есть. Ассирийцы. Слышал, что есть ассирийцы, как тут и там, какая-то еще, они, какая-то этническая еще группа существует. Однажды встретил одного таксиста в Германии, он оказался, он ассирийц. Очень удивился, что это существует. Несколько их, немного. В Москве были чистящие опыли, которые потом выяснили, что они... То есть, тут и там, это все, что осталось от них. Их нету, нету, нету народа как такового. Нет. По всем критериям народ, который теряет место географическое, где они там находятся, где находится их власть, где находится место, где они живут, этот народ со временем, он просто растворяется среди других народов. И тут и там, может быть, как примеры тех же сирийцев, или еще есть другие примеры, которые могут исключение из правил. Они тут и там, они что-то сохраняют. Но они не сохраняют все. Цельность свою, как народ. Единственный пример в мире есть. Это не цыгане, которые многие хотят привести в качестве примера. А это еврейский народ, который, каким он был во время изгнания, таким по всем признакам, которые были тогда, они и существуют на данный момент. Со всеми хорошими сторонами, со всеми плохими сторонами. Со всеми ссорами, с недоразумениями, и братствами, дружбой. Все, все, все вместе. Все вместе. Было тогда, сейчас, кто чуть-чуть внутри этой истории знает ее больше из источников еврейских наших, он знает о том, что в этом смысле еврейский народ себя сохранил, полностью сохранил. И это самое большое чудо, которое есть. И оно совершенно необъяснимо с точки зрения нормальных, естественных процессов. Потому что, как мы знаем, это не просто был народ, который был разбросан после изгнания по всему миру, а народ, который был преследуем, который постоянно пытались уничтожить. Это не то, что… Ну, хорошо, равноправные условия. Есть такое понятие, как «гола». То есть, я знаю, итальянцы эмигрировали в Америку. Сколько они хранят там свою индивидуальность? Поколение, два, не всяком, три. В четвертом поколении они американцы. Где-то там, откуда ты, из итальянского происхождения. Ну, уже в четвертом, пятом поколении. Не американцы, часть общества, где они живут. Чудо-чудес, чудо-чудес. Я не знаю, если это верно, но я слышал это неоднократно из разных источников, что однажды спросили одного из главу духовного стана христианства. Спросили, есть ли явное подтверждение существования в Богу. На этом он ответил. Я не знаю, если это я, сам не видел это лично, но так я слышал много раз. На это он ответил одним единственным словом – евреи. Евреи. Тот факт, что они существуют. Ведь это пророчество. Вот оно описано тут. Есть ещё в одном месте написано. Вы, которые приклеены ко мне, всегда будете жить. Столько времени будете ко мне приклеены, будете жить. А тут ещё больше пророчества. О том, что, знаете, нисколько вы тут, куда вы не попадёте. Когда они будут в земле врагов своих, не презрея их, я не возгнушусь ими так, чтобы истребить их и нарушить зависть своему. Они вас не истребят. Вы останьте всегда живы. Пророчество, которое история. И всё то, что пытаются объяснить, а, евреи просуществовали так, и по этой причине выжили тут, и по этой причине выжили тут. Сейчас мы дальше будем это разбирать. Поймём же о том, что так как всё это каждый раз всё менялось, и каждый раз надо было объяснять по-другому, то взгляд общий на всю картину даёт вероятность того, что и это, и это, и это, и это, она очень мала, если это всё объяснять естественным путём. Единственный ответ, который есть, он сверхъестественный. Какой? В том, что Творец, он хранит еврейский народ. Он заключил с ним союз, и он его хранит. Это одно чудо. Второе чудо описывает нам тут Рабейну Бахе. И оно действительно, может быть, кому-то будет очень как-то чувствительно слышать всё это, хотя он всё это знает и согласен, но не надо так об этом громко говорить. И по нему мы не можем искать. Не смотря на все преследования, они жили лучше, чем окружающие их народы. живя среди них как же нет мы привыкли с вами это мы преследуем и нас время били на все море крови все верно сейчас дойдем и до этого это будет третье чудо а пока давайте обратим внимание на то самое милосердие которое творец сделал с нами как тут сказано о том что я не не презрею их и возгнушусь ими они будут действительно преследуем и действительно то что им полагается они получат но при этом они будут жить в среднем 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 всегда из исключения справа они будут жить нормально давайте обратим на это внимание смотрите я не буду часто спаривать стигмы сейчас не буду оспаривать по-видимому тут иногда да их надо чуть-чуть разрушать или наоборот искать разрушая строить или укрепляя даже те которые уже мы извели только более на более таком более осознанном уровне на первом сначала отнесемся к тому что говорит рабейну бахи он жил 800 лет назад приблизительно да он хорошо знал свою реальность изгнание из испании было после него то есть естественно все все погромы которые были в германии были после него что произошло с евреями это 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 другая эпоха и тем не менее хочу продолжить линию рассуждения рабейну бахи на что он обращает внимание он не обращает на давайте прочтем еще раз текст давайте снова внимательно прочтем снова и если в наши дни пожелая человеку видеть что-либо подобное тем чудесам пусть обратит свой взор жаждущий истины снова снова и снова только тот который жаждет истины на пребывание нашего окружающие в окружении других народов с тех пор как мы отправлены изгнание давайте только с момента изгнания на то как мы ведем себя среди них все наши дела при всем несогласии нашим с ними как скрытым так и явным о которыми известно то есть постоянно есть сопротивление поставлена есть постоянно есть преследование постоянно есть какие-то выяснения отношений между нами и теми народами которые которые среди которых мы живем и теперь он обращает внимание действительно только на часть материальную то что касается духовной это личная работа каждого из нас поэтому все находится внутри скрыто от объективных какого-то оценки объективно а вот то что касается материальной тем не менее несмотря на то что пытается все время это скрыть и тем не менее выясняется что вот как-то евреев все-таки ухитряются хорошо жить видите тогда уж точно было ясно и понятно что они живут вот как он это описывает ты увидишь что в сфере материальной в том что касается пропитания их проблемы достаточно сходны с нашими и случается что наше положение время войны смут предпочтительно даже че их смотрите вот давайте так евреи жили бедно да а народы мира вокруг них точно так же но то вы хочешь сказать не только точно также а порой еще беднее теперь приходили войны евреи страдали конечно страдали а остальные окружения не страдала страдала говорит тарабайна в бах я по крайней мере среди свидетельства 80-летней давности еще больше чем евреи дальше ты можешь убедиться что у них люди среднего достатка и крестьяне в деревнях трудятся больше ведь прямо чистый навет на которой евреи вот вот видите вы какие вот видите вы такие они трудятся больше чем евреи среднего достатка наши бедняки наши бедняки и их не бедняки бедняку больше требуется усилий чтобы достичь то же самое чем чем евреи почему естественно тут все антисемитские мотивы тут уже всплывают все очень хорошо все очень так сказать прямо прямо даете нам повод дополнительный сейчас об этом поговорим но не по той причине причина она сверху потому что сказано но и при всем этом сказано вторые когда они будут земле врагов своих не призрея их и не вознучусь ими так чтобы истребить их нарушить завет мой слышал тарабсимха кой когда его просит сказать броху на телевареха и благословение сказать он дает очень красиво благословение перенял у него и чувствую себя очень хорошо с ним для меня что-то просит то же самое сделать какую броху человеком что-то пожелать ему что-то что можно пожелать такое что явно он воспримет очень хорошая броха работой меньше и зарабатывай больше ну скажите кто-то от него может это 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 прекрасное благословение каждый хочет работать меньше зарабатывать больше это есть то называется броха благословения которое написано тут творец дал еврейскому народу в целом всегда есть исключение из правил на которое можно указать есть и в ту и другую сторону всегда есть эти с двух сторон есть те которые которые ну вот совсем совсем внизу или там совсем вверху мы на них не смотрим у каждого из них был свой особый свой особый свою особая причина а мы говорим в целом в целом то есть если существуют антисемитские анекдоты то они на чем-то основывается они на чем-то основывается если еврей евреи плачет что у него нету денег и все анекдоты это вы знаете значит деньги у него есть когда мы будем знать что у евреев нету денег тогда когда они не плачут а когда радуются когда они уже радуются хлопают в ладоши у них то все все забрали то что там уже плакать наоборот они горбоны жилом я остался везде чего только с тобой только одно место осталось она радуется 100 пока пока еще есть плачут хотят забрать нету ничего все это всегда так видите это было 800 лет назад каждый из нас тут приблизительно в советские времена может быть я ошибаюсь и мой опыт он ограничен естественно даже советские времена я смотрю вокруг стал стал подумал прикинул вокруг себя а евреи жили как-то экономически как-то ну вроде то же самое но там внутри вот все 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 было там ну ну завалено может снова я говорю это ограниченный опыт у кого-то есть опыт другой жили жили как-то непонятно как но вот как-то что-то посылалось какой-то мишман у них был что-то что-то происходило то ли честным путем то ли нечестным путем бывало и так но что-то происходило и еще и помогали нахо точно рассказал мне один недавно говорил с одним одним человеком из моего района и он как между прочим рассказал о своей семье чуть-чуть он сам из венесуэлы и я извиняюсь из венесуэла потом жил из-за бои с гватемалы он говорит его дедушка когда он убежал из европы он приехал в одном костюме клюм ничего в одном костюме и это первое что он продал костюм течение он говорит в течение двух лет у него было две фабрики текстильных в этом месте один впоследствии один из самых богатых людей этого места теперь таких историй слышал множество кто-то мне рассказал тоже пара одна они поехали в туристическую путевка в австралия вот эти в те места на 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 пароходе их завезли в какое-то место тасмане есть такой кота остров чем он был знаменит есть еще там еще какой-то остров еще то есть это был полный край света свое время скобала английская колония туда ссылали всех самых отъявленных преступников туда подальше там сидели два брата еврея я уже забыл их не имена так вот там им рассказали эту историю почему потому что они когда я там делали им экскурсию то все время это имя какое-то одно вот эта площадь такая-то все время такое имя и каждый раз там скажем коэн да площадь коэна и это здание коэна это коэн и коэн они что кто там какой-то еврейское имя спросили о чем речь идет а были там значит два еврея сидели в тюрьме через год после того как они оттуда вышли они уже скупили пол острова теперь как то это происходит то есть это конкретно как то происходит да то есть и действительно мы видим что какая-то вот среднестатистическая выживаемость экономическая еврейская она очень высока давайте обратим внимание а а любое меньшинство она всегда находится в с точки зрения экономической на дне в общество куда не попадает эмигранты самый типичный пример всегда деньги где находится у тех у стариков то есть у тех которые уже власть захватили перед этим успели себе наблюдаю карманы себя и они не отдают никому деньгами никто просто так не делится приходится карабкаться приходится искать как это как это и вот мы видим потому что есть много много групп например вот в качестве тест кейс до америка до большая америка туда туда все приезжают страна свободных возможностей мы видим все эти группы меньшинства которые эмигрантов которые попали туда самая с точки зрения экономической удачно группа которая она там адаптировалась это были евреи согласно всех мнений согласно всех них и мы и даже наша нашего эмигранта и советского союза они там адаптировались гораздо быстрее на гораздо более высоко экономическом уровне чем чем все остальные если сравнивать это вот просто как в чистом сравнении одно с другим снова чему мы это припишем естественно мы припишем то что каждый из нас будет показывать на себя пальцем говорит я умный я добился этого я и давайте обратим внимание на она она просто факты вообще вообще на перед уроком поинтересовался а вот с точки зрения просто богатых людей какая доля евреев среди богачей среди богачей ну сначала для того чтобы понять и оценить надо знать какова доля еврея вообще в и сколько выясняется что это два процента два процента если они ошибаются где-то себе должны я извиняю ошибаюсь 002 процента 0 2 процента крайне мере если это не ошибочные данные но это реально то что есть если мы берем действительно численность еврейское население известного сейчас в районе 14 миллионов и в численность всего мира это так 0 2 процента теперь сколько есть в богачей в мире имеется ввиду миллиардеров то есть не а которые 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 имеют деньги то есть миллионер сейчас вообще это не считается большие деньги квартира миллион стоят миллионер вообще не чувствует миллиардеры это богачи сколько сколько если миллиардеров так вот оказывается что процент да вот там списке которые есть миллиардеров евреев 11 процентов то списке forbes которые публикуют всех самых богатых людей в мире миллиардеров 11 процентов ну как же так 0 2 процента а тут 11 процентов ну естественно все знают прекрасно и тоже тоже тут не обсуждается но это тоже как-то связано с этим что любят цитировать количество нобелевских лауреатов евреев тут вообще какой-то полная диспропорция полная диспропорция то есть народ который составляет 0 2 процентов а количество нобелевских лауреатов оно четверть 24 там в зависимости от области в которой есть физики 26 процентов совершенно непропорциональные непропорциональные числа кто то понимает если посмотреть просто на политику например да просто простой взгляд на на то что происходит например можно ли объяснить просто разумным взглядом тот факт что америка она поддерживает израиль и не просто поддерживает а дает огромные суммы и денег естественно можно сказать эти деньги не дают ни для израиля для себя есть много у них были есть какие-то выгоды всегда находится сейчас мы всегда есть какая-то естественная причина но только обратите внимание та же америка до шестьдесят седьмого года чуть чуть даже перед этим а ее ее политика по отношению к израиле была очень воинствующая и очень негативная то есть они вмешивались то есть в компании пятьдесят шестого года кто знает синайская компания которая была они те которые принципе пригрозили израиле по настоящей вмешательством если они не уйдут с синайского полуострова они не давали никакого оружия ни одного доллара они не поддерживали израиль кто поддерживал франция ближайшие друзья кто все кто кто миражи поставил нам кто эти эти корабли которые поставил франция она была сопак наших она была те которые продавали нам и оружие та которая поддерживала нас на международной арене франция это была основа теперь обратите внимание сейчас в этом году происходит переворот по разным причинам это не наша тема я просто не вхожу франция полностью поворачивается на антисемитский такой так сказать антиизраильский даже скажем лад то есть кто помнит это сейчас еще вот предыдущие государства и правительства вообще были по-настоящему анти анти израильскими очень полностью меняя никакой поддержки наоборот только все против и в оон во всех местах и внутренняя политика анти израильская и внешне как только исчез у нас друг под названием франция повелся вдруг друг под названием америка ну естественно что люди которые должны получить за эту зарплату найдут причины любой интеллигентный человек только покопается всегда найдет естественную причину но только посмотрите на протяжение всей истории на протяжении посмотрите на все к чему все идет речь к чему все идет речь речь идет к тому что когда мы видим что что-то происходит один раз ну знаете как есть поговорка один раз случайно два раза совпадение три раза ну это уже не может быть случайно если мы видим что в еврейской истории каким-то образом несмотря на то что в мире где мы жили да евреи среди которых они жили было не меньше разумных людей снова может быть я тут говорю что-то личное например сказать я помню свою жизнь в советском союзе среди русского народа и я бы не сказал я знал много евреев я знал много всего мое окружение я видел много-много разумных русских людей талантливых людей я видел много разумных и талантливых евреев то есть может быть тут и там действительно евреи они блистали они выделялись у них личность была другая она как-то выделялась она была яркая это все признавали все признавали особенно на фоне где-то там глубинки российская попали которые-то евреи они просто выделялись своей личностью с другой стороны были мрачные личности но очень талантливые очень талантливые почему же количество этих нобелевских лауреатов оно меньше я уверен если пойпать в китае или там в корею или в японию там точно нашли бы вообще полу который сказать посвящает себя науке знаниями мы видим результаты 200 миллионов арабов два нобелевского лауреата как это почему происходит почему почему несмотря на все евреев все время что-то что-то что они почему они добились больше почему они смогли жить на уровне материальном больше они что такие действительно умнее ответ вовсе нет приписать им эту хитрость или так далее ну сейчас мы дальше поймем откуда что и это тоже не поможет все на нам описать потому что это свойство которое обладает только отдельной личности это существует но это не присущно всем как нации такого нету ничего такого приблизительного нет никакого исследования которое на это указывает что только видимся подобные результаты они из поколения в поколение и страны в страну и не смотря на разные преследования и не смотря на все что что происходило все в сравнении даже в самые тяжелые времена кто знаком с историей на Украины Молдавии А сёдлость, то самое место, где евреи жили, очень тяжело. Ихние же соседи, неевреи, жили ещё тяжелее. Гоняли там воины, гражданская война. Все страдали. Евреи в первую очередь страдали, а все константливы. Все тоже страдали. Все тоже страдали. Говорит нам Рабейн Убахи, что даже в самый тёмный период, в самый тяжёлый период, Творец нас не оставил. И самое большое чудо, которое есть, это чудо первого еврейского сохранения. Побили нас тут, мы тут расцвели. Побили тут, но мы тут расцвели. Поэтому нет никакого объяснения, каким образом, несмотря на какое место, тут её не-не-не бей, не тут-не тут. В другом месте всё это произрастает заново. Это есть то чудо, на которое он хочет обратить наше внимание. Он говорит, обратите внимание на то чудо, что, несмотря на всё, мы как-то устраивались во всём этом, во тьме этой, в которой мы находились, каким-то образом мы и жили. И жили по отношению к нашим соседям не хуже. О какого говорит, даже лучше. А то, что касается внутренней жизни, это совершенно дополнительная вещь. В ни всяком сомнении, евреи, которые жили еврейской жизнью, они принципиально отличались от всей окружающей среды. Не говоря о том, что они, так сказать, по сравнению до эпохи просвещения, как называется, до XVIII века, это вообще было день и ночь. Тот самый местечко, те самые, то, что закрытость, которую построили сами евреи для себя, там внутри они процветали. Там они, там, где было тора, там, где было изучение, они жили духовной жизнью, и для них пройти все невзгоды тяжести материальной жизни было гораздо легче, чем простолюдинам из других народов, которые не имели то самое внутреннее, вот этого духовного мира, который был еврейского народа. Это и есть то самое чудо, то самое благословение, то самое милосердие, которое Творец дал нам. Это то, что Робейн-Убаха хочет подчеркнуть нам, снова и снова возвращая нас к этим словам пророческим, которые из Тори, «И при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрею их и не вознушусь с ними так, чтобы истребить их, нарушить завет мой с ними». Напоминает, кто знает Тору, если вы помните, когда продали Йосефа в рабство, то странным делом, когда он там находился в переходе, в караване, то, несмотря на то, что, как правило, эти ишмалим-перевозчики, они перевозили нефть, и, как известно, не очень приятный запах, он попал на караван, который перевозил пряности и всякие разные эти парфюмерии. Ему там было очень приятно, даже очень хорошо. То есть, есть понятие «дзин», «правосудие», а есть понятие «хесед». Иногда тоже нам стоит всегда обращать внимание, когда приходит время какого-то правосудия с нами, и с нами что-то случается, обратите внимание, сколько есть милосердия внутри правосудия. Его уже продали. Но по дороге было довольно-таки приятно, хорошо нюхалось. То есть, он не страдал от этого. А вот было как-то хоть что-то. Это некий прообраз того, когда еврейский народ выйдет в изгнание, они будут тут и там болтаться на этом верблюде, в переходе на это им будет крайне тяжело. Но, тем не менее, можно будет устроиться. Не до конца нас там пригибли. Теперь, это второе чудо. Третье чудо, которое тут не описывается, хочу обратить наше внимание, оно тоже всем известно. Но только, не зная, сколько раз об этом нужно говорить, но, скорее всего, нужно снова и снова говорить, потому что тема очень чувствительная и очень-очень непростая. Тема антисемитизма. Тема животной невнанести, которая есть к еврейскому народу с времени появления его на сцене истории до сегодняшнего дня. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То есть, у нас тут нет времени начать историческую рестроспективу всего этого явления. Но мы прекрасно знаем о том, что с момента выхода из Египта уже сами египтяне уже первые были, что называется, прародители всех антисемитов. И, впоследствии, кнанские народы. И, впоследствии, все эти народы, которые были вокруг всё время существования еврейского государства. И, тем более, и тем более, с момента, когда у нас был разрушен второй храм, начинается изгнание, и вдруг тут же моментально появляется целая религия, которая провозглашает ненависть к еврейскому народу как одной из центральных основ своего существования. Нас обвиняет в том, что мы умертвили, повесили ихнего Бога. И этот кровавый навет, он продолжался тысячелетиями. Тысячелетиями. Если начать, более, так сказать, внимательно обращая внимание, то не входя снова во всю историю, то есть, что было после этого, и за что нас не завидели после этого в Вавилоне, куда изгнание нас привело, а потом в Испанию, изгнание, следующий переход, который был, а оттуда после изгнания страшного, которое там было, разошлись по всему миру, и в страны Европы, и в страны Северной Африки, и по всему миру, оттуда и дальше. Во всех местах были гонения, во всех местах были кровавые наветы, везде была ненависть, животное по отношению к еврейскому народу. И каждый раз, каждый раз, этой ненависти была дана своя причина. И не просто причина, а причина, которую сами евреи порождают. Это не то, что мы плохи. Если бы они себя вели по-другому, мы бы их не ненавидели. Но только вот тут, я надеюсь, это вы хорошо знаете, повторим только-только в общем. За что евреев ненавидели? Всегда искали естественную причину. Всегда ее находили. Если снова пройтись так от начала до конца, мы увидим, что евреев ненавидели, ну, практически за все возможные прегрешения, только которые возможны. Например, их ненавидели за то, что они фанаты. С другой стороны, их ненавидели за то, что они совершенно бесхребетны и не имеют никакой своей ориентиры. Их ненавидели за их гениальность. Точно так же ненавидели за ихнюю тупость. Потому что среди наших находятся и те, и другие. Как говорится, евреи, если умные, то умные. А если глуп, то до конца. Было за что. Естественно, что были причины нас ненавидеть за то, что они все богатые. Как мы сейчас, видите, дали хороший повод всем. Но среди нас было много и бедных. Еще нас ненавидели. Снова это история Европы. И арабских стран тоже. Почему? Потому что они бедные. Они там ничего не делают. Они не поднимают проценты немущих в нашей стране. За что только ненавидели их. И ненавидели за трудоспособность, с одной стороны. А с другой стороны, за тунеядство. Находили таких и других. То есть, каждый раз находилась совершенно другая причина. Теперь, естественно, что в процессе мировой истории интересно проследить, как на это реагировал сам еврейский народ. Тоже об этом стоит сказать в двух словах. До конца 17 века, начала 18 века. Позиция еврейская, она была очень простая. а раввины, которые вели еврейский народ, они просто не реагировали, не знали, что это реальность, которая должна существовать. И поэтому все усилия надо же только для того, чтобы хоть как-то удар от этого антисемитизма как-то уменьшить, как-то обороняться, как-то дать себя быть побитым. С момента, когда начинается так называемая реформа в Германии, когда начинается отход от еврейского образа жизни, и появляются первые такие несвязанные с второй, первое, осмысливание всей жизни несвязанной с второй, появляется желание первое, естественно, как реакция на антисемитизм, взять судьбу в свои руки. И тогда начинается эволюция. Вначале было поразглашено о том, что, смотрите, нас ненавидят, потому что мы отличаемся сильно от всех. шел Мендельсон и сказал, будьте евреями дома, там отличайтесь, на улице будьте как немцы, увидите, сейчас будет хорошо, нас перестанут ненавидеть. Ну, для этого было сделано реформаторское движение, вообще поменяли все, что можно было, перенесли субботу на воскресенье, перенесли, молитву вообще все изменили, убрали вообще слово цион, Иерусалим, все это нас не волнует, мы в Рухашем, как они говорят, удостоились жить в самом просвещенном месте, культурном, в Германии, надо сказать им спасибо за это, говорить надо только по-немецки и так далее. Все вы знаете эту историю, результат вы тоже все знаем. Никакого антисемитизма это не решило. Они увели огромное количество народа, вывел их из евреевства, но никакой проблемы не решили. После того, как они не решили таким путем, то есть уже как только они пытались, они не получились, пришла следующая идея. Если уже сделали шаг А, то надо уже сказать и Я, до конца. Значит, если мы оставили уже лоно еврейское, то а что нам еще страдать? Давайте теперь просто попытаемся раствориться среди народа, где мы живем. Тогда началось массовое прохождение христианства, принятие христианства, ассимиляция, смежные браки. Хотелось одного единственного – исчезнуть. Просто нету меня как еврея. Нету, я не существую. И вот, казалось бы, это должно было, это был бы, прочитайте книги тех дней, это был точно для них Петерон Софи, это было явное окончательное решение вопроса антисемитизма. Уж точно после этого уже нет никаких причин для того, чтобы был антисемитизм. Мы как все, мы не отличаемся, нет, все, мы оставили, мы даже уже записались в христиане. Что вы хотите от нас больше? Оказалось, что хотели. Поменялась эта ситуация, что поменялась, поменялась форма антисемитизма. Теперь за что их стали ненавидеть? Их стали ненавидеть именно из-за того, что они стали себя вести, как все. Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи и не лезли бы повсюду, как немцы. Кто сказал? Гитлер. Это Гитлер сказал. Они говорили, давайте, мы исчезнем, как евреи, мы не хотим, все, 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 все. И действительно, было пару поколений, которые чувствовали себя, смотрите, какое благое дело мы сделали. Да, и смешанные браки, и все, и все, только уйти, уйти, нет, не хочу ничего еврейства. Пришел Гитлер, говорит, секундочку, а мы вас не хотим, вы нас просто влезли, вы тут знаете немецкие лучше, чем мы сами немцы, поэты стали, какие-то более такие, нам не хотим все это, не хотим все это, вашего влияния, не хотим вашей культуры. И вообще, в принципе, не понимая совершенно, Гитлер оказался просто той самой, знаете, которая, буба, как ее называют, марионетка в руках Бога. Если написано второе проклятие о том, что ну-ну-ну, уйдете от меня, постигнет ваше наказание вас до, до, до третьего, четвертого поколения, что он сделал, что он установил? Он говорит, давайте, смотрите, меня не волнует, что ваша мама с папой, они уже один из них немец. Кто-то есть еврей, до третьего, четвертого поколения, все в концлагере. Все получили наказание. Они там, часть из них вообще были, я там, у меня только прадедушка еврей, в концлагере. Все сбылось, и точно, как кто-то и сказал. Все точно, как кто-то и сказал. И это не помогло. И тогда пришло следующий этап, люди говорили, секундочку, ассимиляция не помогает. Ага. Ну, значит, есть другая причина. Причина в том, что мы рассеяны по всему народу. И знаете, что нам не хватает? Нам не хватает своего государства. Как только у нас будет государство, нас начнут уважать, к нам не будут относиться, как к никим падчим, таким вообще, как к отщепенцам, как только у нас будет государство, мы сами за себя постоим, сами отстаим себя, нас никто не обидит, ничего не обидит. Начался, как против антисемитизма, новое оружие, новая идея. Называется сионизм. Сионизм. Первый глаз, сионизм, он как бы, по крайней мере, в духе частично, которая описана в Торе, всегда возвращение в цион, в сион, и так далее. Это великая идея. Ну что, тот самый Ерцол, который понял, что ассимиляция ничего не привела, и тот самый пришел к идее, что лучше иметь свой национальный очаг, один, где будет все, мы все евреи будут вместе. Это была колоссальная идея. И на первый взгляд, на первых порах, особенно после Второй мировой войны, когда возникло чудом, совершенно полное чудо, когда вдруг и Америка, и Советский Союз, и вдруг все согласились, это единственный раз, когда они согласились вместе вообще, и дали возможность возникновения еврейского государства. Обратите внимание, обратите внимание, что произошло после этого. Что произошло после этого? Решили о том, что мы так, таким образом, мы, в принципе, больше не будет антисемитизма. Теперь, согласно всех мнений, самое опасное место для евреев где? В Израиле. Самое опасное место. Вокруг нас 200 миллионов арабов с дикой яростью, с дикой ненавистью, которая просто невозможностью даже открытой совершенно, с пропагандой антиеврейской, антиизраильской, которая просто что-то самая дикая, которая есть, которая даже, не знаю, если сравниться с тем, что проходило в Германии. Ясно, чётко, мы хотим уничтожить, выбросить в море. Называют нас нехорошими словами и так далее. Сколько мы забетим? Это к тому, что тут сказано, да? Сколько нас не пытаются тут уничтожить вокруг нас, верно? И мы действительно ходим в самом опасном месте, это пороховая бочка. Всем ясно и понятно, всем ясно и понятно о том, что следующая, ближайшая война, которая будет, совершенно не будет похожа на все остальные. Треть Израиля точно должен быть разрушен, согласно всех прогнозов. Ясно и очевидно, что это очень самое опасное место. Смотрите, что происходит вокруг. Все наши враги, самые ярые, которые хотят нашей смерти больше всего, они убивают друг друга, находятся в самых страшных условиях, которые только можно себе представить, живут бедно. А Израиль? Снова? Обратите внимание, можно снова искать какие-то естественные причины. Снова, довольно-таки нормально живем, по большому счету. А ну, спросите людей, Иерусалим – это опасное место в мире? Где опаснее жить? Скажите, в Лондоне или в Иерусалиме? Говорят, да вы что? Слово «Иерусалим» – это страх, это терроризм, это там убивают, там что-то не происходит. Мы живем в Иерусалиме. Самое безопасное место, которое есть. Тихое, спокойное, вообще нет никакого хулиганства, просто не существует, по крайней мере, в моем районе, не знаю, может быть, вообще не существует, вообще. Хотите ходить днем, ночью, дети, все бегают, все открыто, это вообще полное спокойствие, нету, ляйна-раба, ляйна-раба, ляйна-раба. Это, несмотря на все, что мы окружены всеми врагами, плохо у врагов. Они воюют между собой, убивают друг друга. Смотрите, что в Сирии происходит, смотрите, что в Ливане происходит, смотрите, в всех этих местах, там, с их весной. У нас нормально, экономика даже развивается, процветает, все есть, несмотря на все. Это уже относится к второму чуду, которое есть, снова подчеркиваю его. Третье чудо, о котором мы говорим, это антисемитизм. Жуткое явление, которое на самом деле не имеет никакого объяснения, почему. Потому что столько, сколько искали ответов на вопрос, искали естественную причину, и таких причин огромное множество. Есть исследователи, которые насчитывают, из которых говорят 20, из которых 40, 50 причин естественных, которые рассматривают, почему можно евреев из-за этого ненавидеть. Естественная причина. Но только тут возникает интересный вопрос. Каждый раз причина эта исчезала. Естественным результатом, что должно было быть? Должен быть исчезнут антисемитизм, если причина исчезла. Давайте все, давайте. Причина исчезла, а антисемитизм продолжается, но нашел другую причину. И если мы видим, что тем не менее, антисемитизм существует, значит, ни эта, и ни другая, ни третья, ни десятая, ни двадцатая, не является причинами антисемитизма. Что же является причиной антисемитизма? Если не то, и не другое, значит, за всеми ними кроется, называется причина причин. Причина причин. Только время от времени вылазит какая-то естественная. Что за причина причин? Явно очевидно, что это есть неестественная причина. Неестественная. И она у нас давно записана, каждый знает прекрасно. У нас записана. Нас, мы Тору получили на горе Сина. Медраж так и говорит. С тех пор, как мы получили Тору на горе Сина, спустилась, как только мы получили Тору, духовный закон, спустилась ненависть к обладателям Торы в этом мире. Почему? Потому что они обладают этой Торой, а не кто-то другой. Только Творец им раскрылся, а никому нет другого. За этим кроется неестественная причина. Только за этой причиной стоит колоссальный механизм, который скрыт от наших глаз. Естественно, что тот, кто не хочет видеть его, не захочет. Но надо знать о том, что антисемитизм это духовный закон, который Творец вёл в этом мире. Это типа термостата. Только для евреев. Нет подобного антисемитизма по отношению к другим народам. Время от времени есть всякая фобия, кого-то ненавидят. Седр прошли какой-то этап, это ненависть, она переходит к другому народу. Но вот так, чтобы это было постоянно и всё время переходило из формы на формы и состоял это антисемитизм, это уникальное явление. Нет никакого объяснения, кроме одного единственного. Есть ему источник неестественный. Сам Творец установил его. Для чего он установил его? Очень просто. Где-то написано историю неоднократно. «Имбе хукатайте леху, вы иммицватайте шмыру». Все знают, что написано в «Недельном гледе буху катай». Может быть, скажем в двух словах самую, тут заденем самую основную претензию, которую мы слышим. Претензия, она, все её знают, она озвучена хорошо, и есть даже её обыденная формулировка. Ну, где был Бог во время катастрофы? Тем самым, естественно, что хотят доказать, что если произошла эта катастрофа, много евреев погибло, значит, не может быть, что Бог это допустил, значит, его нет. Ну, во-первых, давайте спросим этих людей, у меня неократно было беседы с такими людьми, как правило, спрашиваю, скажите, на ваш взгляд, Бог есть? Говорят, нет, дай Бог, так чего вы говорите? Значит, вы считаете, что Бога нет? Нет. Ну, тогда, почему же вы спрашиваете, а где он был во время этой катастрофы? Его же нет, вы сами считаете, как же можно в одно и то же время предъявлять претензии к несуществующему Богу? То есть, это простая демагогия, претензию, где был Бог, можно предъявить только тот, кто считает, что он существует. Но только если он считает, что он существует, значит, он и знает, что есть у нас Тора. Но давайте откроем, что там написано, а там написано до всех этих событий, согласно всех мнений, имбаху кутайте леху, если пойдете по законам моим и будете соблюдать митцвот, то я вам дам и благословение, такое благословение, откройте, пожалуйста, одно за другим, благословение, которое есть. Но если вы не пойдете по пути моему и не будете соблюдать законы мои, то вас постигнет. И дальше идет перечисление страшных, страшных проклятий, которые придут на голову еврейского народа. Они все, как один, сбылись. Кто знает, знает, во время разрушения первого храма, разрушения второго храма и во время той самой катастрофы, которая пришла. Все заранее записано. Почему вы хотели оставить мою Тору? Когда началось просвещение, когда началась отход, когда началась реформа, когда началась цемиляция в Европе, где она началась? В Германии началась. Раввины в Германии во всем мире кричали, евреи, остановитесь. Есть Сахар, есть Оныш, есть преступление, есть наказание. Мы все знаем о том, что здесь лето ворец. Он не совершил. Не этот мир сотворил для просто так, для пребывания в нашем мире. Все есть там, где есть цель, там есть и оценка целей. Неизбежно есть правосудие. Отойдем от Торы, пообещали. Вот, посмотрите. Постигнет наказание. Не, о чем вы говорите, смотрите. Немцы, самый культурный народ. Вообще, посмотрите, как все процветает, все хорошо, ничего не прошло. Пока, пока, пока. Не собралась критическая масса. И когда все это взорвалось? И тогда действительно, что тварец сказал? Вы хотели быть более всего подобны культурному народу, как немцы? Пожалуйста. Точно, как написано в Торе. Я и отдаю вас в руки этого культурного народа. Пожалуйста. Пусть он делает с вами, что он хочет. Вы же хотели быть на него подобным. И так вся еврейская история. Проследите ее, вы увидите все время, все время тот же самый. Тот же самый механизм работает. Как только евреи отходят от него, появляется жуткий адиссиминизм, который говорит, ты от меня никуда не уйдешь. Об этом все уже заранее сказано и написано. У нас просто уже кончается время. Так сказано в пророке Ихиескель. Так он говорит. И не бывает задуманным вами тому, о чем вы говорите. Будем, как другие народы, служить дереву и камню. Да, знаете, дерево – это потомки Савва, а камень – это потомки Ишмаэля. Не будет у вас этого. Задумка будет. Я хочу все, я хочу быть как все, я хочу, чтобы меня не преследовали, чтобы перестать быть евреем. Я хочу перестать. Не получится, не будет задуманным и вами. Потому что, о чем вы говорите, будем, как другие народы, служить дереву и камню. Жив я, говорит Всевышний, рукой твердой, десниться простерцу и яростью изливающейся воцарюсь над вами и выведу вас из народов и соберу вас из стран, с которыми вы рассеяны. У вас ничего не получится. Вы захотите спрятаться, захотите убежать. Как говорил тот поэт, перестаньте сбиваться в кучку. Перепуганы, несчастны. Они не знали, что делать со своим еврейством. Сказалом Творея свое получите. Вы не сможете убежать, не сможете спрятаться, я вас выведу в любом случае. Вы не сможете прекратить быть евреем. Не сможете. Это и есть третье чудо, которое мы должны были видеть, рассмотреть, чтобы понять, какое благо Творец нам сделал. Для нас всегда антисемитизм – это что-то страшное, непонятное, угрожающее. Ну, я взгляд сверху. Он обнаруживает, что это самое большое благо – это механизм сохранения еврейского народа. Как только мы отходим, приходит какой-то нееврей с дубиной, пах, назад. Как сказал тот самый Гитлер, где больше примера, которые можно привести. Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи. И, в принципе, это ответ вообще всему, который это тому, что у нас написано. Есть ли какая-то панацея антисемитизма? Да, есть. Она снова написана в Торе. Если мы будем себя вести как евреи, будем на том уровне святости, истины, служение Творцу так, как действительно написано у нас, и изнутри души нашей, и во всех поведениях наших, когда мы мекачимшемшемаем, когда мы освящаем наши, освящаем мы деяния наши, то тогда все народы поклоняются. Пример этому во время царствования царя Соломона. Все народы мира вокруг пришли посмотреть на царствование царя Соломона. Это был пик, вершиной еврейского существования. Это 2500 лет назад. Если только мы вернемся к этому, антисемитизм не только исчезнет, а наоборот, и придет все мои времена, которые описаны, которые должны осуществиться в конце-конца дней. Это и есть описание прихода Машеха, когда действительно еврейский народ, если он только вернется к своим корням, вернется к истинному соблюдению заповеди Торы, то тогда и отношение всех народов мира не только не будет перестанет быть негативным, а наоборот, но они будут следовать еврейскому народу во все, как пример. Самый светоч, который действительно дает свет всему миру. Мы чуть-чуть собрали больше времени. Естественно, тут есть гораздо больше, что сказать, но мы ограничимся этим. Всего доброго.